С каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майни с вами. Всем привет и сегодня с реакцией на анимацию по Undertale, которая называется Сексуальный Undertale 6. Метатон Экс. Окей, 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 окей. Погнали смотреть, посмотрим. Раскупили всё мороженое. Ну простите, почистую. Последние два ухватили вот эти парни. Бро-о-о. Боже мой, блять. Ладно, ничего. Придётся мне, видимо, умереть от жажды. Погоди, небольшую суперсекунду. Хватит раханье, плиз. У меня есть на тебя подарок, если хочешь. Поверю интуиции и, пожалуй, откажусь. Моя отличная... Большая улыбка. Нет, пока. Так, а теперь слежи всё языком. Слава богу, кто-то додумался построить здесь пафосный ресторан прямо на пути в ядро. Эй, ребёнок. А ты никак не остановишься. Привет, Санс. Попробуешь втюхать мне хот-дог? Не, с хот-догами покончено. Я хочу поздравить тебя с тем, что ты ещё жив. Что ж, ну, заплатишь за ужин? У меня есть вечная проблема, я нищеброд. Чтоб ты знал, это не свидание. Ну, не знаю. Как по мне, вполне себе свидание. Нет. Двое людей делят романтический ужин, оплатят тот один. Ты человек, Санс. А я щекочу тебе член. Эй! А, ладно, ладно, заслуженно распустил свои кости. Я больше не прожигаю жизнь сексуально озабоченного. И будь я проклят, если дам заточить себя обратно. А ты изменился. Точно не знаю как, раз ты сам не в курсе. Но изменился, будь уверен. Ужин был объеденье, но мне, к сожалению, уже пора идти дальше. Стой. Ребёнок. Я позвал тебя не только поужинать. Давным-давно. Класс, история. Супер. Я нашёл гигантскую дверь посреди леса. И решил попрактиковать на ней свои шелки. Которые и так лучше некуда. Тук-тук. Кто там? Мёртвый опоссум. Кто посмел бросить мёртвого опоссума мне на порог? Я найду тебя. Но однажды я постучался... Кто там? И мне ответила женщина. О, боже мой. У дверей-то есть пол. Про... Простите, если я постучался туда, куда стучать не стоило. Глупышка. Закончи шутку. Эм... Тук-тук. Кто там? Палец. Палец куда? Боже, хоть в кафе меня сперва своди. Ну ты и пошляк. Ей нравились все мои шутки. Я приходил туда каждый день, и мы болтали часами. Ну ты и пошляк. Она говорила, я смешной. И я был рад. А ей всегда было весело. Но затем... Однажды... Санц, пообещай мне кое-что. Смотря что, дорогуша. Если из этой двери выйдет человек, сможешь проследить, чтобы ему никто не причинил зла. И я согласился. Хуй тебе. Ведь люди прекрасны. Все люди пидоры. А она была живым тому доказательством. Откажешься, и я не буду смеяться над твоими шутками. Как ты могла? И вот, сидишь ты. Все люди пидоры. Старапинки. Живой и здоровый. Благодаря мне. Вот только меня резали. Ну... Топили. Так это... Бросали в лаву. Но ты ведь живой. Если хочешь сказать спасибо... Но ты ведь живой. Я совершенно не буду против. Я ухожу. Он платит. Не стесняйтесь. Он просто не дотрога. Погодите-ка. Я не там свернул. Все люди пидор. Как-то не планировал заходить. А! Смотри, куда прешь. Ой, знак. Если хочешь сотворить шедевр, встретимся здесь 10 октября в 8. Вряд ли у меня есть время на искусство. Ой, блин. Боже, как я опаздываю. Как я опаздываю. О, за что ты так со мной? Простите, мое желеобразное тело. Ничего. Простите, мое. Бессмертную агонию. Я еще жив. О, боже, мне так, так жаль, что я навалился на твою хрупкую раму. Все нормально, просто. Я искуплю вину. Нет, не стоит. У меня в кармане жилеты. Должно быть что-то. Хвост. А, хвост. А, хвост. Ой, о, боже, хвост. Нет, нет, не оно слишком новое. Может, ах, вот оно. Хватит, прошу. Боже мой. Антония. Лучше я оставлю ее себе. Точно. Я нарисую тебе что-нибудь своим волшебным карандашом. Классно. Хороший карандаш. Будет такая пиздатая картина, что ты не только простишь меня, но и станешь мне другом. Ну же, дети мои, возлюбите этого ребенка и окружите его заботой в нашем мире. Всегда рад приобщить очередного симпатяку к удивительному миру искусства. Мне не нужен какой-то ключ. Мне нужен аспирин. Не, бери ключ. Точно, бери ключ, не пожалеешь. Да не нужен он мне. Бери себе ключ. Возьми его на столе. Хорошо, блядь. Давай ебучий ключ. Только... Ура. А чего он? Ура. Откуда знать? Мы его на полу нашли. В чьем-то доме. В чьем-то доме. Хорошего дня на курорте МТТ. Ты уверена, что если я войду, поверну налево, а потом наверх, я точно попаду, куда мне нужно? Именно так. Согласно моей карте, именно туда тебе нужно. Круто, круто. На самом деле, блин, фановый сериал. Все. Теперь просто включи свет и... Ну ты, мразь. Ты, мразь. О, че, Марио? Пусть у меня и хорошо получается, но мне это не нравится. Сексом по телефону балуетесь? Нет, мы не... В следующий раз звони мне. Ладно, сделаю вид, что меня еще не законали все эти темные комнаты. Нет, я уже сыграл в твоем сериале. Чего еще тебе надо? О, боже, зачем Альфис тебя сделала? Зачем? 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 Глупый то ли пацан, то ли девка с маленькой пипиркой. То ли пацан, то ли девка. Дорогуша, разве ты еще не понял? Что это была самая худшая кличка, которую мне только давали? Конечно, я сразу это понял. Нет, что доктор Альфис стоит за всеми твоими бедами. Она притворяется, что все идет наперекосяк, лишь чтобы вмешаться в последний момент и спасти тебя. Но она ни разу меня не спасла. Все это часть ее плана из 15 частей. Думаю, ты ее слегка переоцениваешь. Но это все в прошлом, ведь теперь я буду убивать тебя. Но ты пытался убить меня. Супер, тишина. Битва начинается. Надеюсь, ты готов к по-настоящему рок-н-ролльному, смертельному опыту. О, да! Ого! Начнем же, ты, дерзкий, хитрющий мышонок. Так вот, на что похожа любовь. Ударь меня. Устрой шоу, черт побери. Мне кажется, я люблю тебя. Получи-ка! Ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги-ноги. Бери, жестерверс. У меня падают рейтинги. Что? Ты забрал все высокие рейтинги? Но ты ведь даже ничего не делаешь. Я же делаю метатон. Я люблю тебя как ебанутый, тебе никак мне не помешать. Нет! Я не могу потерять статус фешенебельной знаменитости подземелья. Теперь я просто обязан остаться и снова набрать фан-базу. Я могу остаться с тобой. Я уже достиг возраста согласия. Вместе мы станем звездной парой мечты, которая взорвет все подземелье. Метатон? Метатон? Классно. Нет, 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 не смей умирать! Ты в порядке, ребенок? В сторону, дитя. Я диагностирую проблему. А, точно! На! Минус еще одна рука, и еще одна нога. И? Он будет жить? Ах, да, конечно. Просто батарейка села. Да. Всему остальному тоже капут. Что ж, вот и все. Совсем скоро ты встретишь великого сгора. Спасибо, что помогала мне. Все забрал. Или же манипулировала мной. Я еще не совсем понял. Я должна кое-что сказать тебе, дитя. Нечто, чего тебе еще не говорили. Альфис, мы же установили, что мне 19, и я знаю, как работает эрекция. О, ну ладно, но это еще не все. Чтобы пересечь барьер, недостаточно одной лишь человеческой души. Ты о чем? О том, что если хочешь вернуться на землю, тебе придется жестоко убить асгора, а затем осквернить его тело. Да, тут проблемка, ведь это теперь немного не в моем стиле. Тебе придется воткнуть ему что-то глубоко в брюхо. Я не буду... И провернуть, чтобы рамя не затянулась. Боже. А затем протянуть руку и медленно вытащить органы, смотря ему прямо в глаза. Не моргай и скажи, что он заслужил такую смерть. Альфис? Именно такая судьба его и поджидала. Так, все, я сажусь в линии. Страдание предначертано. Я уехал. А боль? Это его роман. Абон? Альфис? Съешь его тонкую кишку. What the fuck? Ну все, пора. Пора, наконец, зайти внутрь. Постой, человек. О, проверяйте истории. Перед тем, как зайти, прослушай обязательную историю, которая привела к текущему положению вещей. Ну, раз такой порядок... Много-много лет назад... Обожаю эти истории. Человеческий ребенок пересек барьеры, подружился с сыном короля Асгора, Азриэлем. Король с королевой приняли человека себе в семью, а все королевство было вне себя от радости от союза человека и монстра. Счастливее времен в подземелье не было, до тех пор, пока человек не заболел, да так, что никто среди монстров не мог ей помочь. На пороге смерти ребенок сделал последнее волеизъявление — быть похороненной на поле земными цветами. Но волю ее не исполнили. На что принц Азриэль во что бы то ни стало решил это исправить. Он поглотил человеческую душу и поспешил к барьеру. Азриэль нежно уложил тело человека на цветочную поляну, но внезапно на него напала толпа людей, считающие, что это он убил свою сводную сестру. По дороге домой Азриэль скоропостижно скончался, и его не смогли спасти. Монстры уложили его тело, которое вскоре превратилось в пыль, осевшую на цветах, что он так любил. С тех же самых пор все королевство поклялось отомстить людям за убийство прекрасного и милостивого принца Азриэля. Что ж, вот и все. Удачно повидаться с королем Азгором. Хорошо, спасибо за историю. Ну что, ребятушки, скучали по сексуальному Андертейлу? Мы хотим его выпускать чаще, честно. Но нам нужны ваши лайки и репосты. Больше просмотров на видео, больше рекламы. Больше рекламы. То есть, нашего желания работать. Предлагаю набрать 10 тысяч лайков, и если не выпустим серию сразу, то по крайней мере поднапряжемся, чтобы выпустить ее быстрее. Кстати, сколько людей досмотрели видео до конца? Пишите в комментах. Не напишу, но я досмотрел. Ребята, ссылочка на оригинал в описании, как обычно, точнее на озвучку. Если вам понравилось, подписывайтесь на Того Рыжа Пёса, ждите новой серии. Я тоже буду ждать. И, блин, фэшуальный Андертейл – это такая некая смесь реалистичного Андертейла и обычного Андертейла. То есть, какие-то такие идиотские шутки, которые просто абсурдны, но смешны из-за этого. И, вроде бы, сам классический Андертейл. Я уже отдал свой микрофон, бедняжка. Это очень странная вещь, но мне она жутко нравится. Не знаю почему. Может, я просто озабоченный. Нет. Ссылочка, ребята, в описании. Приходите, подписывайтесь на канал Того Рыжа Пёса. Если вам понравилось, моя реакция, подписывайтесь на меня, ставьте лайк. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте. Будьте молодцами. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok